Всем привет! Что такое непрерывная подача чернил? И почему именно с СНПЧ выгоднее приобретать печатающие устройства? Если вы задаетесь себе этими вопросами, то наше видео будет вам очень полезно. Сегодняшний наш ролик мы посвятили процессу работы, совместимой без СНПЧ оригиналом нет. Итак, как она работает? Стоп, небольшая ремарка. БСНПЧ – это бесконтактная система непрерывной подачи чернил. Часто букву «Б» наделяют другим смыслом – бесчиповая. Но БСНПЧ может быть как с чипом, так и без. А вот теперь поехали. Итак, БСНПЧ – это самая новая и прогрессивная система подачи чернил для струйного принтера, которая снабжает чернилами печатающую головку из внешнего резервуаров. Работа системы происходит за счет постоянного атмосферного давления внутри доноров. СНПЧ вы покупаете раз и навсегда. В процессе работы просто доливаете чернила в резервуары. Совместимая БСНПЧ устанавливается на модели, которые изначально, по задумке производителей, должны были работать на картриджах. При этом процесс печати на принтере с СНПЧ точно такой же, как и при эксплуатации оригинальных картриджей. При условии использования качественных чернил, бумаги и цвета профиля на выходе вы получите точно такой же отпечаток, как и после использования оригинальных картриджей. Себестоимость отпечатка уменьшается в 20 раз, если вы используете альтернативные расходные материалы. Цена на оригинальные картриджи может достигать до 30% от стоимости самого печатающего устройства. Почему так дорого, спросите вы? Дело в том, что компании-производители получают львиную долю своего заработка именно с продажи расходных материалов. Важно отметить, что СНПЧ не влияет на скорость печати, то есть система никак не сможет ни замедлить, ни ускорить печать. БСНПЧ состоит из эргономичного корпуса. Чернила находятся в прозрачных отсеках, благодаря которым вы можете наблюдать фактический уровень чернил. Чернильные картриджи, через которые чернила попадают в печатающую головку, соединяются с резервуаром силиконовым шлейфом. Последний крепится специальной планкой к устройству. При установке системы важно также отрегулировать длину шлейфа, чтобы он не мешал ходу каретки. Чтобы чернила из СНПЧ свободно поступали в печатающую головку принтера, необходимо придерживаться основных правил эксплуатации. О них мы снимали отдельное подробное видео, и ссылка на этот ролик по традиции в описании под видео. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях, и мы обязательно ответим. А на этом у меня все. Заходите на Оригиналом.нет. Мы точно знаем, какие расходные материалы подходят именно вам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok